Христос воскресе! Христос у воскрес! Светлый праздник Пасхи отмечает вся страна. В этом году воскресенье Христова вместе празднуют и католики, и православные. О пасхальных традициях и вере, которые объединяет сегодня наша программа. Это «Центральный регион». Меня зовут Сергей Манько. Здравствуйте! Позади предпраздничные хлопоты и несколько недель строгого поста. В Беларуси традиции главного религиозного праздника передаются из поколения в поколение. Символ новой жизни – пасхальное яйцо сегодня на праздничном столе у каждой семьи. В Воложинском районе накануне праздника всех желающих учили мастерство росписи пасхальных яиц. Христина Станиславовна, руководитель Раковского центра народного творчества, начинает мастер-класс с обряда. Ну что ж, дети, по такой традиции, так и крабили ранее наши бабули, для того, как вы были здоровенькие, веселые, как добро выучилися и добрые яечки моливали. Вот мы зараз вас посвенцаем к этой вербой. Неябью вербабье за ты день велик день. Неябью вербабье за ты день велик день. Как здоровые были, как послушными росли, как добро выучилися в школе и слухалися, батьков, вам так само. Как вам так само здоровые, как без здоровыска, шнях не обыдешься, правда? зараз до справа конечно потому что ну як на вяли где интер башматы яичек нарыхтовать а копену были пригожие то конечно это ну шмат и часу потребна это могут мы зараз собрались с вами раза ну там усиму научиться там усиму научиться яйко устарожитности еще до христианских часов до адраджения до нового життя и гэта такая модель сусвету так тому что нанимая ни конца не пачатку так як сусвет бесконцы космос бесконцы так и человек старожитный гэта прыгледзю да досконалой формы гэтага яйка сложно представить но обычное яйцо в руках мастеров может стать настоящим произведением искусства им подвластны десятки разных техник новичкам предлагают попробовать самую простую которую в народе называют капанкой ячка брали и воском капали так рабила еще наша мама и воск просто падал такими кропочками вось вот так бачится хаотично без никакого такого складанного узору вот их это конечно худка робить было вот но это якобы подобенство было до птушиных яек потому что птушиных якины не чисто такие беленькие правда аз малюнка мы будем расписывать яйки воском ну для того как крышечку облегчить свою працу можно я же выкрыстать вот такие приспособлений бачится такие черненькие тут резиночки это для того как просто поскорить нашу працу и разно больше разрабить их разностайными створается воск он закипая вось есть такие специальные можно дравленными палочками размалевать али леп все таки из металличными наконечниками вот у нас такая палочка мачаем у воск гэтым наконечником и наносим узоры глядеть его река у меня отрывалась первых участковых герман сушки пригожая но чудо на традиции на вот вот на этих концах яйка с носика из этого места до 8 робили узоры солярная солярная символика символика ведается солярная символика солнца а тут уже выдавали разные растения композиции работа хоть и кропотливая но всего за час мастер-класса под руководством наставника местные школьники сделали своими руками красивый пасхальный сувенир главное во время росписи хорошее настроение и добрые мысли и все такое шедевральное скажем я кажусь просто правда и тому народ и он за все да и не ускладнялся без жить это мощно было и так складано и там и он придумал легкие способы могли бы быть просто вот такие фарбованные яички войска червоны и до полчаса не было 8 могли быть такими но а можно зарабить упрогожить их так сама не складано просто вот на приклад бачите вот такое яичко я на вельми просто робится сдается ягоды крапинки зарабить а все вельми просто руб выберутся можно рыс можно вот пансак как тут у приватности зроблена у панчушку насыпаются сами крупы укладается яичко завязывается варится и отрывается вот такие одвольные хаотичные узоры вот сын мой наприклад макарончики каже мама даваем макарончики такие рожки и сюда закинем отрывается так само такие вот крючки в уголе напевно головная не в колер и не узор а головная душа и сенс яких ты закладываешь шукали дорыш и яйка ци просто его на великодный стол станет конечно конечно пиратым як разговаривать это яичко его треба подтримать в руце капина стала теплым ну и прыгает ему классе некие думки некие пожадание человеку я з якому ты подорожит а яйко мы уже зарабили уже некие узоры так и теперь засталось это только их зварить да и поглядеть на выник працы так так ну сам выник працы будет знаете таки чаканы потому что ну то и что на нормаль ванна восками но вроде бы так его узор али вот калена уже будет в уголе законченный вариант это бельно цикало и кое чакаешь я бжа отрывается в этой узору ну и кожная яйка его не полторная так потому что полторы все узоры ну просто не махчина так и человек не полторный кожный так на полной до узор на яйку так ну что кладите сюды яички наши под рихтован а я только просится о цибульную настоечку своей уникальной техникой с детьми делятся известные в районе мастера наталья клеменок руководит районным объединением народных мастеров анна горбачевская творит пасхальные шедевры всего год вот это несколько десятков яиц это все сделано вашими руками но действительно красота можно не только на праздничный стол но и на выставку до отдавать смело давайте расскажем вашей специализации так думаете я так вижу что у вас яйка свои спать раздобрена по первой да это называется дубой купаж берется вареное яйцо выбирается ну салфетка этого по вашему жаданию она разделяется как только верхний слой самый тоненький был я не выразила но пожарана вырывать все но уже практически финальная стадо и когда только я сахал и вот можно кольки часовой силы потратили на только обзорвить такую прогрессивную ступим но это сушь на час вот они занимают и тренировок ну шмак часу это не занимает рыбожа нам не подобает нового ли на передние великой дни кольки я и кусь вам доводится подрихтовать шума потому что там приходит джаке малые пешки восьми часов не моего стукавич у двери знаменитые пыхать и их добрый друг на это самое и цукерки и печенье пеку и пироги и я их иду стараюсь вот такие нетрадиционным способом были покрашены а вот многие такие вот так занимается даже и получше занимая что-то вот накрасить таких вот забить азубе так вот и я это для прогресса эти все-таки можно и покаштовать можно и покаштовать разбивать его не шкода не шкода у молодых людей вот дети тоже интересуются этой техникой то есть традиции они продолжаются да и не то что продолжается строится сказать создаются новые техники потому что появляются новые материалы ну новые возможности думаю что расписывать лучше не натуральные яйца потому что это требует больше времени усилий поэтому чтобы они остались на память то лучше на чем-то таком вот пластиковые яйца можно деревянные сами научились да и теперь учите детей ну да и в колледже мы занимались народным искусством творчеством можно например чисто для декора праздничного стола создать несколько лет чтобы были но так интереснее по моему красивее праздник создается чувство праздника наталья буклы с привезла врагов выставку пасхальных яиц сделанных детьми инвалидами она руководит мастерской отделения дневного пребывания для инвалидов и помогает людям с ограниченными возможностями раскрыть неограниченные таланты и и пасхальный символ настоящий эксклюзив от александр ну а здесь мы видим но действительно яйца похожие на яйца фаберже да я хотела сказать ну может до фаберже конечно нам еще немножко далековато но мы стараемся чтобы яйцо было на долгую память вместе яйцо которое дарится и на протяжении многих лет сохраняется как дорогой сувенир можно так сказать ну что я хочу сказать но если его действительно инкульстировать драгоценными металлами то стоимость его вырастает в разы так как я работаю в отделении для ребят с ограниченными возможностями для нас очень важно развивать и моторику поэтому берем конечно бисер можно включать сюда различные бусины или там пластмассовые или же просто где-то какие-то порванные бусы могут быть даже драгоценности камушки включаются кропотливая работа это сложно доступно ли это всем я думаю что она очень доступна эта работа и очень как нравится даже вот на небольшое яйцо не обязательно чтобы это была выготовка а мы примем как вот эти это спина пласта а здесь просто яйцо скорлупка обклеенная ниточка клей закрепляет очень хорошо скорлупу можете попробовать вот потрогать как бы она очень то есть в принципе если она упадет то ничего с ним не случится вот то есть она и практично еще да ну практично у вас еще такая миссия как человека который учит помогает детям инвалидом и наверное вот как раз пасхальный праздник это еще один повод им сказать какие-то приятные вещи и вот подарить такие что приятно в том что человек который не может например какие-то делать сложные вещи а может выполнять такую технику и дарить это как подарок я считаю что это очень приятно их родителям мамам и всем кому они знают кому они могут подарить такое яйцо тем временем хозяйка центра народного творчества на импровизированной кухне готова показать итог нашего совместного пасхального творчества раз мы поглядем бачите я котки 3 а я киеве буду ловеньки до водор водороса блевы водор скажем свято 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 великодня но любое свято на углу мая свой водор коляды мают водор отповедно елки свежий так и и стравы яке а готовится на коляды ну а великий отповедно тыми стравами яке традиции на готовались а на это святох это яйки это варное мясо обвязково еще традиции на рабиле хрен своей свой дом был бы капали за зарыхтовали на зиму вот и на свято ботесково да это мясо был хрен и воды ты водор в этих складников и он створала саблевы гэты вот смак водор свято буки же конечно булки конечно я уже без них так ну что ж зараз что у нас отрываться от крапанка то и что мы капали в 8 у нас вот бачите якое у нас я ешка ств как вы велики да ты можем какие мы отрываясь от мостами так не лопнули все якмой будет потому что мы заховали все правила якея потребно было захавать приварцы закладывали у холодную воду у нас еще 3 мала север не добра мы теперь засталось и подчекать колени остынуть там можно уже наносирать аллеем и на святочный стол вместе о главном пасхальном символе и уникальном творчестве продолжим рассказ в следующей части программы сразу после краткого дайджест новостей историчного региона за неделю и рекламы и напомню все эфирное видео и программы доступны онлайн на нашем сайте ctv.by и на youtube канале ств заходите смотрите подписывайтесь и оставайтесь с нами новый детский сад открыли в деревне копище минского района уютная группа музыкальные и спортивные залы и бассейн оценили первые посетители садик рассчитан на 230 малышей мечту родителей осуществил инвестор который уже успел построить в минском районе несколько многоэтажек торговые и медицинские центры семён шапира провел выездной прием граждан в дубанском районе на встречу с губернатором пришли 6 человек в основном местные жители просили улучшить состояние дорог жаловались на медицинское обслуживание и проблемы логистики подарок к посевной новую модель сельскохозяйственные техники презентовали аграрии минской области одними из первых тракторы приобрели сельхозпредприятия нестежского района преимущество новой модели представители минского тракторного завода продемонстрировали на центральной площади древнего города красота своими руками на благоустройство жодина в этом году выделено более 2 миллионов рублей это деньги городского бюджета который потратит на детские площадки озеленение обновленные дома и дворы месяц по наведению порядка в самом разгаре в жодина курс на чистоту и комфорт активно поддержали и предприятия это центральный регион и мы продолжаем пасху белорусы по традиции отмечают с богатым столом и в идеально чистых домах празднику преображаются и все населенные пункты жители богатой истории деревни лишнего воложинского района также веками отмечают пасху вместе одной большой дружной семьей живописная деревня вишнево на краю воложинского района известно далеко за пределами беларуси здесь родился бывший президент израиля шимон перес а тысячи паломников приезжают сюда чтобы посетить святые места два храма католические православные украшают населенный пункт и веками объединяют местных жителей действительно воскресенье христова это ощущение света радости добра ведь в церковных песнопениях очень часто употребляется слова радуйся радуйся благодатная господь тобою и мы действительно начинаем радоваться этому ощущению праздника мы радуемся весне мы радуемся пению птиц мы радуемся буквально всему наверное так и нужно в жизни радоваться иначе потеряешь многое потому что мир прекрасен видите как у тихановича в песне последний ведь жизнь всего мгновения на земле которую господь благословил вот радоваться этому мгновению его наверное вот пасха и все церковные праздники нам дают эту вот радость действительно готовимся очень долго с четверга начинаем счастливую уборку в домах вторину даже старались побелить избу к этому дню обязательно это была необходимость такая ну теперь уже как приходится дальше мы в пятницу уже делаем куличи потом у нас творожная пасха потом у нас там какие-то местные изделия и эти все красивые вкусные вещи мы несем освещать такими красивыми корзинами великолепных салфетках закрываем самое лучшее да обязательно обязательно колбаса домашняя тут собирается огромное множество людей все выстраиваются вокруг церкви корзинами своими свечи горят приходит с семьями целыми это очень красивое зрелище на первый день пасхи можно звонить во все колокола пошли вечерние тоже такой хорошая такая традиция теперь мы забираемся на колокольню и колоколем сколько только можно молодое поколение до продолжи продолжатели тех традиций которые здесь вот древние конечно конечно у нас также ездили на традиции когда мама печет куличи и у нас мы с сестрой помогаем всячески конечно что касается как мы уживаемся с католиками очень просто потому что мы померковный народ белорусы померковный мы не выясняем отношения а что нам спорить в религии мы говорим о домашних делах я тоже о том что священники действительно дружили между собой и не то что дружили а вот связь была между ними вот у меня прадед был учителем 1825 году его наградили но не то что преподнесли в подарок в день службы в вишневском народном училище икону и вот на ней подпись такая от священника пешковского и ксенза адамовича вот это подтверждает то что люди вот так в объединении таком жили если между священниками нету разногласий то может похожанами тем более не будет нас нету отделения на католике на приходит крещенской водичкой да она на крещение мы пасхать и в этом году вместе в этом году вместе это вообще прекрасно это прекрасно как начинаем с 12 часов ночи и до 8 часов утра это будет потому что в церкви оканчивается где-то в 5 часов а у католиков начинается служба где-то там около шести вот значит вот будет такое всеначное движение народа у нас тем более что совсем недалеко совсем недалеко да два храма вот смотрят друг на друга вот еще знаете как правило ну вот католиком приходится идти через всю деревню кто там живет я вот наблюдала не раз это вот говорит об уважении параллельной религии женщины проходят они крестятся а мужчины приподнимают шапку вот ну это было там многом говорит вишневские католики подтверждают слова односельчан великий праздник еще один повод чтобы сказать друг другу добрые слова только кольки ясну я вишнева святкаваллася гэта свята разом як с православными так и с католиками и традиции не менялась бона притягу вельми многих ста годзиў калі вяліка урочистость отбывалася у нас у кастёле за усёды приходзели православные верніки калі вяліка свята отбывалася у їх у святыні то за усёды католицкі верніки приходзели да їх у святыню вядаеце свята гэта свята і свят гэта цяпло гэта яднанні людзей улыбка на ліце кожного чалавека віншаванні калі людзі выходзец із храма і вітаюць адзін одного христос у вас крос засталася напэвна ста годзімі і застанецца і перадацца не толькі нам нашым дзецям але і напэвна нашым унукам подрыхталка да вяліка дня так навёзцца рандріозная можна сказати прыбраць вёску прыбраць памяшканні але для нас вот тым ліку што ў нас находяться побач дві гэтая святыні вельми важна кабда гэтага свята падрыхтаваўся сам чалавек падрыхтаваўся душой капён падрыхтаваўся с серцем капён саправды прышоўшы ў храм ў часу васкрасенні ісуса хрыста прышоў і сказаў што я прынёс ў васкрэсламу хрысту гэта наше добрые ўчынкі гэта наше добрые справы гэта наше такі міры любівы адносіны паміж людзьмі вот ў гэтым напэлна сэнс веры як каталіцкай веры так і православной веры шагу вычакаяць шагу просіць ў Бога і які пажаданні ўсёй вёсцы ўсім же харам па перше хацелася пусіх памяншавам святам святам ў васкрасенні ёзуса хрыста і саправды каб ў вогулі якбы ішло адраджэння да вот духовнасті гэтай таму што калі аналізуеш то бачыш то вельмі ну якбы такі час неспакойны вось і ў контэксті ўсіх гэтых падзеякі адбываюцца ў святі нам важна еднаць паміж каталікамі православнамі і па гэтаму час надзеі з пасха гэта час надзея будзем мэт надзея што ў васкрёслы хрыстос ў васкрэсні і адновець ў нас таксамай надзею можам дабавіць таксама ў нас ў Вишневе ёсь музей музей гэсторія кастёлы і жыцядзейнаці айца ўладыслава Чарняўска і ў музее знаходзіцца ліст ад святара православнага Балашкі Сямёна ў каторым ён віншоя наша святара ўладыслава Чарняўска які нажалі ў ў 2001 годзе памёр ён ягу віншоя з гэтым светлым святам, святам пасхі і таксамай ўсць фотос дымак, ўсць знаходзіцца ўдва святары на ганку хаты ў цяўладыслава Чарняўска, нам ўсць кагу браць приклад, ў цяўладыслава, нам дзяліць не мачагу каталікамы православны, тому што мы християне Костёл Святой Деевы Марии – достопримечательность не только Вишнева, но и всей страны. Деревянный храм здесь возник ещё в 1424 году, а через два века на его месте построе каменный костёл. Для местного ксенза Юзефа служить здесь большая ответственность. На праздники святыню посещает не только местные прихожени, но и сотни паломников. Что ўсць? Людзе просаць ў Бога, ў ця отримлюцяне адказ? У ці Господні неисповідзимы, так сказаны, ўэта саправды так. Кожны можа спадзявацца на допамогу Бога, і калешце, тем болі, нашай просьба спамагае заступніцца на святейшы паны Марии, гэта заўчуды, напевно, не будзе просто просьба, яка не будзе выслуханна. Пасху, я думаю, суда уздараються найбольше, тому що і в чим жадаю, як за тим судом, я не тож не як сустрелися, чек этот суд от Бога тримали. Более 150 лет – и православная Вишневская святыня. После недавней реконструкции деревенский храм поражает своей красотой и величием. Пасха – это всегда новая жизнь, и каждый год мы её переживаем как заново, поэтому Светлое Христово Воскресенье – это и ожидание, в первую очередь, от нас самих. Потому что Господь всё совершил, ждём только от нас самих самых лучших мыслей, слов и, конечно же, дел. Наверное, чтобы тропа к храму не зарастала, у прихожан, чтобы их было больше. У священника всегда задача, начало, которое есть в человеке богоподобное, это начало нужно проявить человеку. И священник должен помочь, будь то в католическом храме или в православном приходе, побудить, чтобы он проснулся и увидел другую жизнь. Жизнь во Христе. По вере, как человек поверит, так ему и Бог даст. Поверит, да будет он. Поэтому, если мы живём с Богом, с верой в сердце, в душе, если наш ум проникнут богопознанием, то, конечно, и дела соответствующие. Дай Бог нам всем возрастать в этом. Праздник Пасхи дарит радость и надежду, вдохновляет на добрые дела. Жители деревни Вишнева ещё несколько дней будут ходить друг к другу в гости и радоваться светлому Христову воскресенья. Я тут народилась, я тут выросла, я тут працую, ведаете, усім, не только Вишневцам, але, напевно, усім людям. Хочу повинцевать за воскрешением Христа и хочу пожадать, как у каждого из нас он у воскрес у сердца и в души. Как у нас у вас кресла любовь, повага. Как у нас у вас кресла добрыйня. Как у нас у вас кресли вельми добрые справы, вельми добрые учинки. Ведается, и, напевно, гэтым мы будем прославлять як католицкую веру, так и православную веру. И будем прославлять, напевно, традицию нашего Вишнева. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»